Продолжение следует... 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 «Помогу же ж, надо все, должно взорваться». Но как бы нет, понимаете? Потому что это работает немножко по-другому. И, знаете, во время этого семинара я хочу, чтобы мы очень многие вещи расставили на свои места в христианстве. Мы будем очень многие вещи затрагивать. У нас специфический семинар, я имею в виду специфический, в отношении того, что мы будем держаться в сфере исцеления. Мы будем говорить о проявлении силы Божьей, о чудотворной силе Божьей, как она проявляется, как сделать так, чтобы она проявлялась в вашей жизни и через вашу жизнь. Но, тем не менее, вы в этом семинаре увидите, что есть определенные принципы веры, которые работают в принципе всегда и везде одинаково. Для любого человека. Я понимаю, что это звучит слишком просто. Ко мне очень часто подходят люди во время конференции, после конференции, говорят, ну, Алексей, ну не может быть оно все так просто, потому что если бы оно было все так просто, тогда было бы тогда много служителей, которые таким образом служили. Да, только мы превратились в подобие, знаете, таких религиозных людей, которые жили во времена Иисуса, потому что когда Иисус пришел и сказал, все, что нужно, это верь в меня, следуй за мной, и они говорят, это слишком просто, это не может быть правдой, потому что тебе надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и пока ты не исполнишь огромное количество правил, пока ты не исполнишь огромное количество принципов, вот с этим не подружишься, вот с этим за руку не поддержишься, у тебя ничего работать не будет. И действительно, почему мы удивляемся, почему этого нет. На самом деле, в чем я благословлен, в том, что в нем не звучало это послание, а за последние годы я успел искоресить Россию просто из края в край вообще. И самая северная точка, где я был, это был Мурманск, самая южная точка, это был, по-моему, Сочи, Адвер, где-то там. Самая западная точка, вот я не знаю, вы самая западная точка или Калининград самая западная точка, не знаю, в общем, сами там определитесь. Самая восточная точка, это был в городе Находка, это на побережье Японского моря, в общем, где граница России заканчивается с восточной страны. Ну, и еще между ними этими городами был десятка городов. Самое потрясающее для меня вещь остается тем, что когда люди принимают простые истинные Евангелия, перестают спорить с Божьим Словом, перестают строить из себя очень-очень умным и просто берут и начинают делать так, как им говорят, так, как написано в Божьем Слове, все начинает работать. Все начинает работать. Не надо быть никем особенным, не надо входить в особенное место, в особенную атмосферу, в особенное... Особенного не надо, потому что то, что нужно особенное, по идее, у тебя должно было быть, потому что ты как бы пришел на эту конференцию. А особенное — это Бог, который живет в тебе. Вот он единственное особенное, и это единственное особенное, что нам потребуется для того, чтобы все, о чем мы будем говорить во время на этой конференции, работало в твоей жизни. Поэтому, если у тебя есть Бог, все, остальное будем разбирать только техническую, как говорится, матчасть, и мы будем очень много практиковаться. Я сразу же предупреждаю о таком моменте, что если ты пришел и думаешь, что ты просто отсидишься на этой конференции, я просто с краю посижу, послушаю, не трогайте меня, у тебя ничего не получится, потому что мы все будем практиковаться. Я не хочу тратить время на теорию. Теорию я мог бы, знаете, у себя дома сесть, сверху надеть футболку, а внизу остаться в трусах, знаете, как это в ковидные времена сделали, которые по скайпу общались. По скайпу подключиться, наговорить что-то или даже в записи записать, отправить, сидите слушайте и так далее. Зачем мне это делать? Или вообще вас отправить на наш YouTube-канал, на котором там десятки и сотни уже видео возьмите и смотрите и так далее. Мы здесь будем практиковаться. Та часть, которая очень сильно нужна, именно практика применения тех вещей, которые вы будете слушать. Поэтому будем слушать и делать, что очень важно, потому что есть очень важный момент, что мы слишком много слушаем. У нас голова уже вот такая большая, что туда уже ничего даже не помещается, там уже надо брать лопату и выгребать оттуда для того, чтобы туда что-то поместилось. Собственно, этим мы тоже будем заниматься во время этого семинара, потому что, к сожалению, есть огромное количество учений, которые пометились в наш разум и которые не совсем помогают нам, мягко говоря, для того, чтобы ходить верой, двигаться верой и видеть те результаты, которые должны быть у нас как христиан. И на сегодня это же короткий день, такой, знаете, вечер, я верю, что вы знаете расписание, что на сегодня буквально три сессии, завтра у нас такой плотный день и воскресенье у нас полный день, там получается со скольки с 11 или что-то такое, и аж до 7, что-то такое. Основная часть, естественно, будет завтра, после завтра. Но это не значит, что сегодня, знаете, просто рекламная вставка такая, просто «Здрасте, познакомимся с вами» и так далее. Мы будем сегодня закладывать определенные основания для того, чтобы вы подумали вообще, а уверены ли вы, что вы хотите быть завтра? Да, я же, понимаете, вот обычно люди как, тебе надо как-то завлечь людей, тебе надо, вот чтобы они пришли завтра. Я все время говорю, если тебе это надо, не приходи, не надо, не трать мое время, свое не трать время, потому что если тебе это не надо, мне это тем более не надо. Я буду тратить время на тех людей, которые хотят получить ответы, которые хотят видеть результаты, которые хотят двигаться с живым Богом, а не просто «Ну, я живу хорошей моральной жизнью». Молодец, слава Богу за тебя, Иисус Христос твой, Господь Спаситель, все здорово, спасение не отдел, все прекрасно, ты идешь на небеса, аминь, иди, пожалуйста, на небеса. Я хочу проповедовать тем людям, которым не все равно, и которые понимают, что с момента твоего рождения свыше до момента того, как ты, скажем так, вот так уже тет-а-тет встретишься с Богом, ну там есть какой-то такой небольшой промежуток времени, у всех он по-разному, я надеюсь, у меня еще лет, там, сколько, примерно, 70-80, да, впереди, до этого момента. У того, как я пришел 120, да, лет, поэтому служить еще долго придется. Это не в плане того, что я буду мучиться, это просто сам, да. И есть вот этот промежуток времени, в котором у нас есть определенное, знаете, такое понимание, что у нас есть определенная цель, зачем мы вообще здесь находимся. Я понимаю, что есть определенные группы христиан, которые воспринимают, что у нас есть время, чтобы ты просто хайфовал, чтобы ты жил просто для своего удовольствия. Простите, краснодарские мои замашки опять начинают о себе знать. У меня раньше, знаете, был такой момент, что из-за того, что я очень много общался с китайскими родственниками, которые украинцы, и из меня я тогда, украинская внутрой иногда вызвала, когда моба начинала из меня, а пожив столько лет в Краснодаре, из меня начинает кавказский акцент небольшой, начинает вылазить. Скоро буду совсем по кавказски говорить. Да, это интересно, откуда у меня вообще вылазит, в принципе, этот акцент, с учетом того, что как бы далеко я от братка Кен. Ну, суссайм, что ли, по этому слову господа. Знаете, вы с кем я общаюсь, да? Да, на кавказский акцент. Я просто хочу показать вам простые вещи. Во-первых, во время этого семинара, я хочу, чтобы вы понимали, что во время этого семинара мы не будем говорить никаких сложных потенек. Я понимаю, что сегодня, во времена того, что у нас есть интернет, и у нас есть просто огромное количество проповедников, которые проповедуют, о чем бы только не было, и там передачи ангелов каких-то, там входы в порталы, переходы через метавселенные и так далее, послание, которое мы проповедуем, выглядит так, как будто оно из детского сада. Может быть, я не против, я не претендую на глобальность, я претендую на результат. Вот что очень важный, вот этот момент, который для меня всегда являлся, как бы, ну, как бы хорошим. Знаете, вот я музыкант, с маленькой буквы музыканта, я когда беру музыкальный инструмент, гитару, я понимаю, что сколько бы он ни стоил, вопрос не в цене, вопрос в его звучании, потому что он может невероятным образом стоить, там, 300 тысяч рублей, допустим, такая гитара, знаете, под которую нужно отдельный офис снимать для этой гитары, ставить охрану там нанимать, там, климат-контроль для нее ставить, определенную влажность там и так далее, потому что если не так, она кряхнет, эта гитара. Но если она звучит плохо, зачем она мне нужна? Чтобы красиво повесить на стену, слушайте, красиво повесить на стену, можно пойти и купить гитару, которая стоит 2 тысячи рублей, китайскую, кривую, всю, косую, которую не строит абсолютно, там, по нотам, там, еще, или ты ее повесил, она просто лисит. Зачем бежать гитару за 300 тысяч? Разница. Потому что человек, который не знает, он никогда не разберется, если лисит гитара за 2 тысячи или за 300 тысяч рублей. Особенно если там как-нибудь что-то вокруг нее, какой-нибудь эреол сделает, то будет выглядеть как будто бы что-то прям, ну, невероятное, крутое, там, и так далее. Вот, но я не об этом, как оцениваю. Я говорю о том, что мы должны начать жить Евангелием, которое будет реально приносить результат, реальное Царство Божье, которое реально действует в нашей жизни. Я говорю за реальное спасение людей, я говорю за реальное исцеление, и я говорю за реальное чудотворение, освобождение, за реальное проявление Божьего Царства, которое должно быть в жизни каждого человека на постоянной основе. Не время от времени, не от сезона к сезону. Я верю, точнее, не то, что верю, я вижу, как многие христиане на полном серьезе верят, что есть особенное время для чудес, есть особенное место, когда Бог там производит свое излияние и так далее. Честно говоря, я таким людям обычно советую просто поизучать историю христианства и поизучать историю любого прохуждения. Допустим, мы с вами в том или ином смысле являемся пятидесятниками. В том или ином смысле, не обижайтесь, которые, а не пятидесятник, а там еще, не обижайтесь. Мы в том или ином смысле являемся, так как мы здесь собрались, являемся продуктами пятидесятнического служения. Сам факт того, что вас, в принципе, интересует тема исцеления, говорит о том, что вы в том или ином смысле связаны с пятидесятниками. Самое известное пробуждение, пятидесятническое пробуждение, откуда, собственно, пошли пятидесятники, это начало XX века, это пробуждение, которое произошло в Калифорнии, так называемое пробуждение Асуза-стрим. И многие говорят, о, это было особое божье излияние, Бог вот так вот захотел, чтобы именно там, вот в том вот особенном месте Бог проявился, и там вот языки были восстановлены в церкви, и чудеса, и исцеления, и вот они разлетелись по всему миру, и вот Бог таким образом делал. Но если вы поизучаете историю, как произошло это пробуждение, то был такой человек, его звали Чарльз Партон, который искал ответы от Бога, в том числе в отношении к крещению Духом Святым, он служил людям в исцелении, он открыл библейский институт, где обучал христиан, наделал служение, посылал миссионеров, и к нему в обучение приехал такой парень, которого звали Уильям Сейвор, для того, чтобы пройти обучение. Но так как это было в Южных Штатах, а в то время в Америке были времена сегрегации, то есть темных, светлых, там еще каких-нибудь разноцветных, да, и он не мог учиться, он был темнокожий, он не мог учиться в одном классе со всеми остальными, потому что, ну, так нельзя было. Но Чарльз, хотя отдать ему возможность, он его посадил за пределы класса, то есть как бы технически закон он не нарушал. И Уильям стал самым крутым учеником, он был в лучшем классе по оценкам, по усвоению информации и так далее. После того, как он закончил обучение, он поехал в Калифорнию для того, чтобы начинать там церковь. И так получилось, что надо было так, особо финансов не было, и они нашли вот это помещение, знаете, такая из разряда заброшенная каюшня, какое-то непонятное место, а-ля хлев какой-то. Они сколотили из бочек досок скамеечки, и там начали проводить собрание. И вот там началось проявление духа. Когда мы весь этот процесс пропускаем, как будто бы это просто произошло, и все. Непонятно почему, мы ничего не знаем. Я знаю, почему в моей жизни начало происходить то, что начало происходить. Я знаю, почему в моей церкви начало происходить то, что начало происходить. Я знаю в других церквях, которые Бог дал мне честь и привилегию начинать и помогать начинаться этим церквям. Вы собрали обо всей России. Я знаю, почему там это начало происходить. Я знаю, что это не было случайно. Пришло просто время, такой сезон чудес исцеления настал. Нет, это была конкретная работа, это было конкретное действие людей веры, которые приняли решение верить Божьему Слову и верить Ему настолько, что эта вера привела их к действию. И от этого начались определенные изменения. Когда я говорю определенные, потому что, возможно, не все знают о том, в чем происходит, давайте я просто приведу пример. До тех пор, пока в нашей церкви особо, ну то есть, как бы, мы знали об этом, но мы особо, как бы, не могу сказать, что мы в этом двигались, в исполковании иных языков. Мы там знали, как бы, да, слава Богу, мы принимаем все, Иисус Господь, классно. До тех пор, пока мы не изучали этот вопрос, не практиковались в этом, не были постоянны в этом, этого не было в нашей церкви. Как только мы начали изучать этот вопрос и погружаться в эту тему, начали регулярно практиковать это, стали постоянны в этом, для нашей церкви стало нормальное истолкование иных языков. Это стало нормальным, типа, ну нормально, как вот... То же самое, как в церквях, где верят в крещение Духом Святым и последствия этого крещения, это так же нормально, как молитва на иных языках. Вот настолько для нас это стало нормально. То же самое в отношении пророчества, То же самое в отношении исцеления, то же самое в отношении многих вещей. Это, я вот вчера делился с ребятами в общении, что у нас стало настолько уже много проявлений Божьего, знаете, каких-то исцелений или еще что-то, что когда у нас, у нас каждое время есть время свидетельств, когда люди выходят, свидетельствуют, что Бог сделал в их жизни или через их жизнь. Это каждую неделю у нас обязательно происходит. И люди выходят и рассказывают, вот я там помолился, ну, допустим, я помню, на одной из таких моментов Алексей свидетельствовал, брат, он там молился за одного парня, который, типа, ехал на машине, остановился около речки, хотел искупнуться, ну, что-то такое, типа, туда нырнул, ударился головой об камень и как бы, ну, и все. Ну, из разряда там какие-то проблемы, ну, там, в череп и все остальное. То есть они молились за него, соответственно, он получил исцеление. Он говорит, а, все получилось, аминь, и сел. Как-то это обычно реагирует, вот, допустим, на подобного рода семерам. Вау, вот это да, вот это проявление. А для нас это стало, как бы, уже, ну, аминь. Ну, потому что так должно же быть. Мы же не воспринимаем, когда, допустим, вот сейчас было время, когда мы молились и поклонялись, чтобы, допустим, кто-то начал молиться на иных языках. Языки, вау, почему? Ну, почему тогда мне воспринимать? Вот это нормально, ну, это же нормально, ну, вдруг Божий проявляется, мы можем, мы имеем возможность молиться на иных языках. Тогда, кстати, а почему у нас молитва на иных языках, это что-то нормальное? Ну, я надеюсь, что для присутствующих в зале это нормально, потому что я понимаю, да? Сейчас уже даже такие учения пошли, что ты, типа, можешь быть крещённый духом святым, но не говорит на иных языках. Это же, мне интересно, в Писании есть подобная практика, вообще, будучи крещённым, это из разряда, типа, я спасённый, но каждую субботу хожу, не знаю, в стрип-клуб, допустим. Но верю в Иисуса, вообще, Иисус мой Господь, вообще, ты чё-то перепутал явно, у тебя чё-то сбито, вот это, знаете, направление каких-то движений. Это немножко не так работает. Должны быть определённые проявления этих вещей. То же самое, когда мы говорим за крещение духом святым, должны быть последствия этих вещей, точно так же, как об этом написано, собственно, в Писании. Поэтому, драгоценное, когда мы говорим за реальность проявлений и за реальность проявления исцеления, я говорю о том, когда это стало нормально для нашей жизни. Когда исцеление, это стал единственный выход, когда мы видим проблему у человека. Не, так что, ну, давай мы попробуем вот это, давай мы попробуем вот это, сходим к этому врачу, попробуем вот эту таблетку, вот эту таблетку, вот этот метод, вот эту народную медицину, сходим к вот этому специалисту, вот этому, ничего не помогло. Так, что же, что же ещё, что-то же, а, исцеление, давай попробуем помолиться. Я напал на эту проповедь, на церковь, с которой мы работаем в Сибири. К ним приезжал какой-то служитель, я не знаю, что это за служитель, я никогда не слышал о нем раньше. У меня не было возможности ночью посмотреть всю эту проповедь, я ночью ее наткнулся и буквально пролистнул. Просто момент такой интересный, как попал я прямо на эту историю. Он рассказывал, я приехал послужить в Астрахань, и мы едем вчетвером с епископами в машине. Ну типа, в машине четыре епископа сидят, и в разговор такой. Один из них говорит, слушайте, братья, так спина болит в последнее время, прям вообще, невозможно вообще. И второй епископ ему говорит, слушай, тебе нужно хорошего мануалиста найти. Епископ, другому епископу говорит. Третий что-то взял в телефон, начинает гуглить. Этот служитель, который это рассказывает, говорит, а что ты там гуглишь в телефоне? Да вот еще номер хорошего местного мануалиста. Говорит, ребят, а может помолимся, нет? И он говорит, на меня-то все посмотрели, типа, точно, можно же помолиться. Епископ, можно же помолиться, конечно. Знаете почему так? Не потому что они плохие, а потому что этого нет в их жизни. Когда это у тебя есть, ты этим пользуешься. Ты знаешь, что это работает, и ты можешь употреблять это для своей жизни. Вот почему я это употребляю для своей жизни, и вот почему для меня нормально ходить в божественном здоровье. Не в божественном исцелении, типа из разряда заболел, исцелился, заболел, исцелился, заболел, исцелился. И вот эта вот циркличность такая. А когда ты не болеешь, в принципе, никогда. Мне постоянно говорят, Алексей, не говори об этом, тебе же всего лишь двадцать шесть. Ну да, пару месяцев двадцать семь уже будет. Тебе же все, такой возраст, там еще все болельщики не успели лететь. Ну когда тебе будет пятьдесят-то? Я уверяю вас, что когда я буду стоять, и в пятьдесят лет говори то же самое, и говорит, что, ребят, я уже двадцать пять лет не болею, мне говорят, ну до семидесяти доживи. Потом я доживу до семидесяти, и буду говорить, ну ты до девяносто доживи. И вот уже, да, уже все в могилу будут тебе что-то рассказывать, а я буду все смотреть и говорить, ну ребят, я же рассказывал, как бы. Ну ничего ж не меняется, оно же одно и то же. И еще раз говорю, это не потому что я особенный. Я не хожу к врачам. Я не прибегаю к помощи лекарств, еще каких-то вещей. По мне явно видно, что с физкультурой я тоже не часто встречаюсь вообще. Ну, поездки они такие, особенно, когда мы приехали, брат со мной приехал, он такой говорит, да, я все, я похудею. Да, конечно. Я говорю, попробуй похудеть на конференциях. Я вот это все отъел именно на конференциях, потому что все почему-то думают, что я приезжаю в самый голодный человек в мире. Я жил в свободе, приезжаю. Да, нет, драгоцами, спасибо большое. С усами вообще, просто сам факт, да. То есть я говорю, потому что это не с этим связано. При том, что до этого я болел всеми возможными болезнями, которые только можно болеть. Краснухи, желтухи, зеленухи, там, все что только можно было. Я дважды болел витрянкой. Ну, не болею. Есть индивиды, которые болеют два раза витрянкой. Их очень мало, я был один из них, который болел витрянкой. У меня был минингит. Вообще страшенное заболевание. У меня было ряд заболеваний, из-за которых у меня в том числе в свое время мне выдали белый берет, так называемый. Определенное сердечное заболевание и определенное заболевание, в том числе с моими ногами. Если бы я не получил в свое время от Бога исцеление, не ходил бы в это исцеление, я бы сегодня даже не мог стоять перед вами. Я был бы инвалидом. Для меня на тот момент времени, это еще в подростковом возрасте, для меня находиться в любой обуви, в любой, не важно, в какой больше 15 минут, было невероятно ужасно. У меня были страшные боли, у меня были постоянные судороги в ногах из-за этого. А ходить вот типа, как я сейчас вот стою в плоской подошве, смерти подобное было в принципе вообще. Я носил специальные такие стельки, которые пытались нам что-то выпрямить, но с такими стельками, честно говоря, нацистов можно было пытать вообще. Я не знаю, зачем она нужна, при том, что все врачи, с которыми я общался, хирурги, ортопеды, там, со степенями, там, доктора наук и так далее, они мне говорили, ну ничего не сделать с твоими ногами. Ну мы тебя уже и с этой стороны посмотрели, вот так, вот и сюда. Ну ничего мы не можем сделать с твоими ногами. А Иисус может сделать с любой проблемой. У меня было очень серьезное заболевание сердца. Причем я недавно, я специально сохранил этот листик, но я давно не перебирал свои документы. Мы недавно переезжали с супругой на другую квартиру и... Не, в смысле, мы еще одну квартиру купили. Мы снимаем квартиру. И я чуть наткнулся на эту бумажку, где у меня стояла диагноз сердца. Я думаю, дай-ка я хоть посмотрю, что хоть это значит вообще диагноз. Я даже никогда не смотрел в интернете, какие последствия он приводит. И я посчитал, что самое распространенное, так, я не буду называть это заболевание, но очень длинное, я не выговорю просто. Что это заболевание приводит... Самое распространенное последствие и практически всегдашнее последствие этого заболевания, это инфаркт. Мне поставили это заболевание в 14 лет. Понимаете, да? И это было такое состояние сердца, когда ты сидишь спокойно, пьешь чай, у тебя сердце типа 50 ударов в минуту и в какой-то момент 200 ударов в минуту. Ну то есть как бы не самое приятное ощущение в жизни, которое ты можешь испытать. Мягко говоря. У меня это происходило на регулярной остановке, иногда во сне происходило. Вообще дикое состояние. Тем не менее, на сегодняшний момент я сдал. Потому что Иисус Царь. Мы продолжаем видеть это столько раз в нашей жизни, мы продолжаем это видеть в других людях. Потому что Бог не хочет восстановиться только на тебе. Потому что вокруг тебя и вот там, за пределами этого зала, там есть огромное количество людей, которые сегодня нуждаются в Иисусе Христе, который живет в тебе. А он же не поменялся, он вчера, сегодня, а ведь и тот же. Проблема заключается в том, что мы думаем, что я не совсем подхожу для этого. Я тоже для этого не подхожу. О, я не умею проповедовать, я тоже. Что будем с этим делать? Ну у меня три дня служат, а я проповедовать не умею. Ну какой ужас. Я не умею начать церковь. У меня сегодня пятнадцать собраний по всей России. Ну не умею я это. Ну как раз так получилось. Не знаком с правилами, как надо правильно выстраивать проповедь, вот эти все там, вот эти штуки там с риторикой, еще с какими-то вещами. Ну как-то оно не складывается, но почему-то люди получают исцеление прямо во время проповедей, когда я слушаю, и ученики почему-то научаются послать. Если захотят, конечно, будут вопросы. Часто в этих сосновах. Потому что вопрос не в том, чтобы быть особенным. Вопрос в том, чтобы осознать особенного, которое живет внутри тебя. И дать возможность ему действовать через тебя. И когда ты даешь ему возможность действовать через тебя, почему-то это начинает происходить. Я верю, что Бог вообще в принципе вложил, знаете, как одно из основных посланий для моей жизни, как вот служителя, который проповедует. Это не послание даже об исцелении, хотя я очень много обучаю об исцелении, о вере, о духовных дарах и их проявлениях. Не о новом творении, хотя я очень много об этом учу. Не об обновлении разума. А такой, знаете, как центральный мысль, который рассказывает в принципе всегда в любом из этих посланий, это о том, что особенных людей не существует. И до тех пор, пока ты думаешь, что есть некая особенная личность, вот через вот только него Бог может действовать. Вот поэтому ты поставил для Бога ограничение, почему он не может действовать через тебя. У меня еще не тот возраст. Я начал в семнадцать. Какие проблемы с этим? Даже если тебе меньше, нет никаких проблем с этим. Ты можешь начать еще раньше, Иисус Сайм. Если ты начнешь еще раньше, Иисус Сайм. Главное, не обращая внимание на тех, которые тебе будут рассказывать о том, что ну ты знаешь, как бы понимаешь, тебе надо дорасти еще до этого возраста. Мне в последнее время так запарились с этим моментом, что я начал себе, у меня просто не растет тут ничего на лице, я начал себе специальной штукой такой мазать, чтобы у меня борода просто большая. То есть я такую большую лопату отрастить и такой, может быть там вот так, ну чуть солидности возраста, добавлять немножко, как это, разбавлять религиозный вот этот вот момент. Типа, у него борода, наверное, 40, наверное. Ну, наверное, можно послушать. Когда 26, ой, что у него там есть вообще. Ничего, переключай просто и все, ничего страшного. Ты можешь подумать, ну у меня нет богословского образования, у меня тоже, ничего страшного. Слушай, ну я ни разу не там не встречался, не знаю, ни с Калли Блейком, ни там еще с кем-то. Это прекрасно, я познакомился лично с пастором Калли Блейком, будучи в служении JGLM уже, в общем, энное количество лет я уже работал с JGLM, уже видел результаты и прочее прочее всего остального. И только потом я познакомился, это в 2017 году я лично встретился, у нас было там встречи, общение лидерское и так далее, с Харик Блейком вот покажь тогда, уже много лет будучи работая с ним. И это никак не помешало действию Божьему. Пока ты думаешь, что есть какое-то препятствие для того, чтобы Бог тебя употребил, ну ты и будешь сидеть. А когда ты осознаешь, что у тебя уже есть все. У тебя есть Дух Святой, который живет внутри тебя и который дам тебе в помощь для тебя, для того, чтобы ты пошел и выполнил великое поручение. Очень многие думают наоборот и учат наоборот, что это мы даны Духу Святому в помощь для того, чтобы он мог делать. Если бы мы были даны Духу Святому в помощь, тогда бы он мог делать сам. А писание говорит, что он поселился внутрь нас и писание говорит, что он помогает нам, подтверждая то, что делаем мы, говорящие наше слово, а не то, что Дух Святой говорит какое-то слово, а мы подтверждаем действия Духа Святого своими какими-то делами. У нас у всех есть вот это, инструкция, ну, Библия, по-простому, инструкция, как делать то, что делал Иисус. Но опять же, из-за того, что многие из нас научены, что тебе нужно получить особое откровение, тебе нужно получить особое водительство, и тогда все пойдет. Ничего из этого не получал. Имею свои практики, за сколько лет я в полновременном служении? Семь, восемь лет я в полновременном служении, имею более десяти тысяч различных свидетельств исцелений. Я имею свидетельства о освобождении, я имею свидетельство, несколько свидетельств о восхищении мертвых, пророчества, которые определенным образом влияли на жизнь людей, на спасенные люди, восстановленные семьи, финансовые чудеса и так далее. не получая никакого особенного откровения, просто поверив в записанное Божье Слово и начав его употреблять. Вот так просто. И все. И когда ты начинаешь так делать, ты просто начинаешь верить. Это выглядит странно, потому что вокруг все почему-то начинают у тебя странно коситься. Потому что мы все сидим. Почему ты куда-то пошел что-то делать? Давай будем сидеть с нами, будем молиться за очередное пробуждение, будем ждать, когда произойдет излияние. И оно когда изольется, вот иногда оно все будет действовать. Вот такой служитель тоже в начале 20 века, Дон Блейк. Он в Америке познакомился с одной группой, которая на протяжении 9 месяцев каждый день собирались и молились за пробуждение в том месте, где они жили. И он когда пришел, посмотрел на все это и говорит, ребята, вы можете молиться еще 10 лет, 9 месяцев, но ничего не произойдет. Все начнет происходить ровно в тот момент, когда вы встанете отсюда и пойдете делать согласно тому, о чем вы помолились. И Джон Лейк об этом говорил не просто как, ну, философ, знаете, умная мысль такая у него была. Джон Лейк это говорил как человек-практик. Потому что, честно говоря, из всей истории христианства и зафиксировано формата исцеления, но я пока еще не знаю человека, который двигался бы так сильно в исцеление, как это делал Джон Лейк. Потому что, когда он приехал из Африки в город Спокен и открыл там комнаты исцеления, начал молиться за людей, там было зафиксировано всего лишь за 5 лет около 100 тысяч исцелений. Потом, когда его начали доставать там некоторые местные из разгляда, ну, ты это делаешь, потому что здесь над городом особый портал, и теперь это легко делать и так далее. Он сказал, ребята, это чушь. Собрал вещи, переехал в другой город, в Портленд, и сделал там то же самое за 5 лет. И там было больше 100 тысяч исцелений. И это как бы показывает, что человек тогда что-то знал, что-то, наверное, он понимал. Энджон Лейк постоянно говорил, божье слово. Веря в божье слово, а вера всегда подразумевает действие. Давайте я попробую задать вам вопрос такой, знаете, я не помню, я уже говорил или нет, что я очень противный проповедник. И я все время, так знаете, пытаюсь выводить на определенное понимание аудитории. Я хочу, чтобы вы думали, а не просто меня слушали. Вот я хочу, чтобы вы сейчас мне ответили на вопрос. Вот слова Иисуса, которые вот в писании написаны, слова именно вот Иисуса слова. Хорошо ли просто слушать или просто читать слова Иисуса? С добрым утром. Все здесь? Вот, да, смотрите. А Иисус сказал, что нет. Сам Иисус сказал, что нет. Потому что Иисус говорит, Евангелие от Матфея, он говорит, что тот человек, который просто слушает слова мои, но не исполняет его, он говорит, я скажу, что такой человек не очень умный, потому что он строит дом, а дом это всегда про образ жизни человека в писании, он строит свою жизнь на песке. Он говорит, однажды придет такое время, когда разольются реки, подуют ветры, они будут напирать на тот дом или на ту жизнь, и этот дом упадет. Не то, что может быть, наверное, будет тяжелое время, он сто процентов упадет, и более того, Иисус говорит, и будет падение его великое, то есть все вокруг будут знать об этом падении. Он говорит, но я скажу, что человек мудрый, который слушает слова мои и исполняет их, потому что тогда он строит свою жизнь на твердом основании, и тогда какие бы реки не разливались, какой бы ветер не дул, сколько бы они не напирали на этот дом, да все равно он будет стоять, потому что основание его твердое. И вот видите, то есть вроде бы такой элементарный момент, но мы так легко попадаемся на это, потому что на самом деле, ну часто, это просто то, как мы живем. Я просто слушаю слова Иисуса, это же слова Иисуса, их хорошо слушать. Вы помните имена тех людей, которые были с Иисусом во времена того, когда он проповедовал на Нагорной проповеди? Там было огромное количество людей, для кого-то из них знаете? Кто-то из них что-то сделал, кто-то из них, может быть, открыл церковь после того, когда Иисус вознес, и может быть, сколько спасенных пришло через них, или какие-то исцеления происходило? Нет, потому что они просто послушали, о, прикольно Иисус проповедует, так здорово это звучит, это мед для моих ушей, просто это прекрасно, он так это делает, но необычно, так раньше никто не делал, это что-то новое, я перевожу на свое время, это новое вино, это новое движение, это новое, такого раньше не было, мне надо это слушать, я это буду слушать, и может быть, когда-нибудь я к чему-нибудь приду, а даже если не приду, неважно, это же мед, это же новое что-то, Иисус даже в какой-то момент поворачивается к этой группе людей, говорит, а вы что со мной ходите? Ну я знаю, что вы ходите, потому что вы видели чудеса, и я вас накормил, но вы не собираетесь в пиклее, и вы все накормили, но зачем вы со мной ходите? Это же не странно, это странно, зачем вы со мной ходите, это отношение, я не говорю о том, что не надо ходить за Иисуса, я просто говорю о том, что вера всегда подразумевает действие, полгода назад или больше, я проповедовал в Сочи, в нашей команде, и я учил семинар «Обновление разума», и я говорил, вам нужно верить и действовать, и я вот несколько раз за день произнесел эту фразу, и потом вечером, когда я пришел, я общался с Богом, и Бог просто мне, знаете, Бог задал мне вопрос, Он говорит, а зачем ты говоришь верить и действовать, зачем ты разделяешь эти вещи, потому что, ну, это же масло масляное, ты не можешь говорить, что ты веришь, и при этом не действовать, и ты не можешь действовать в библейском смысле этого слова, не имея при этом применения веры, потому что это взаимосвязанные вещи, ты не можешь разделять одно от другого, и я хочу, чтобы мы действительно посмотрели на эти вещи именно таким образом, как об этом говорит Писание, и мы посмотрели на это с точки зрения Писания, не с точки зрения какой-то динаминации, не с точки зрения какого-то движения, не с точки зрения какого-то служителя, а с точки зрения того, как это написано в писании. И технически моя задача за эти три дня максимально простая. Все, что мы будем с вами делать, знаете, оно скучное, это очень скучная такая вещь. Мы будем с вами открывать писание, читать, и мы говорим, слушайте, а это же именно то, что здесь написано. Это значит ровно то, что здесь написано. Я понимаю, что некоторых будут хватать ощущения, подожди, как так, что здесь всегда было написано. Да, я специально всегда пользуюсь только синодальным переводом Библии, и никакими другими переводами, для того, чтобы все было, знаете, максимально аутентично, максимально легко, я всегда говорю, пожалуйста, принеси свою Библию. Причем я прошу, ну не в телефоне, потому что с телефоном, знаете, есть такая одна проблема, я не против телефона или электронных Библий, но в телефоне есть одна такая проблема, когда ты читаешь Библию, знаете, откройте какое-то местописание. Все, когда открыли местописание Библии, и раз такой, упс, уведомление из Инстаграма, упс, уведомление из Ватсапа, упс, уведомление из Телеграма. А ты не Библию читаешь, ты вот эти откровения из соцсетей читаешь. А когда ты читаешь вот эту Библию, то тебе тут откровения только от Бога могут приходить. А здесь уведомление из Инстаграма не придет. И слава Господу вообще. Да, как считает мой брат, надо сейчас говорить, да, запрещенная в России организация, компания Меда и так далее, да, даже как, как лучше, да, чтобы это самое, все, кесарю кесарю, как говорится, да, слава Господу за наши властей. Вот. Я не об этом. Я просто к тому, что люди смотрят в Писание и удивляются, подожди, а разве это здесь было? Я начал замечать, что многие из нас верят не учением Иисуса Христа, а верят цитатами из Библии. Вы, говорят, не замечали этого? Мы верим не учения. Мы верим... Ну, давайте я приведу такой пример, допустим. Место Писания — это первое послание Коринфянам, вторая глава, по мугу, 9 стих. Не открывайте, мы его еще сегодня откроем. Первое послание Коринфянам, вторая глава, 9 стих. Там написано, что... Как написано, не видел того глаз, не слышал, а ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил лук, любящим его. И вот люди берут этот цитат и говорят, вот, наш разум не приходило, глаза не могут видеть, уши не могут слышать, потому что мы не знаем, что Бог нам приготовил. Неисповедимы пути Господни. Мы не знаем волю Божью. И достаточно просто задать человеку вопрос, а ты знаешь, что написано в следующем стихе из этого? И человек такой, а зачем мне знать тут же вот это написано? Слушайте, если бы вот это был бы сборник философских цитат, тогда они, конечно, мы должны взять вот отдельную цитату и над ней как бы кропить. Но это же послание. Это же целое учение. Ты не можешь просто вырвать какую-то часть и сказать, ну вот оно вот так вот работает. Это примерно то же самое, как вот в математике. Знаете, то есть есть порядок выполнения действий. То есть, когда в примере там есть вот эти вот сложения и умножения, в начале выполняются умножения и деления, потом уже выполняются сложения и вычитания. Если ты сделаешь это по-другому, ты получишь неправильный ответ, хоть и даже в элементарном примере, ты получишь неправильный ответ. Здесь то же самое. Вырвав что-то из контекста, ты получишь неправильный ответ, ты получишь неправильную теологию и неправильное мчение. Опять же, я хочу, чтобы вы понимали, что во время этого семинара, кстати, сколько у нас времени, вы меня там возите, если что, я не смотрю на график вообще, я же так, ну, где я уйду, и мы так, ну, точно, до завтра будем вообще. Я понимаю, что вы не против, все готовы. Сколько у меня времени? Две минуты. А, все, отлично, да, все, шикарно, Иисус. Я просто хочу, чтобы вы, ну, сейчас, еще две минуты, секунду. Да, да, я на первый раз пойду. Я хочу просто понять, чтобы вы поняли определенную вещь. Я не приехал сюда, чтобы делиться с вами своим откровением. Я не приехал сюда, чтобы делиться с вами моим пониманием. Оно вам не нужно, потому что оно мне не нужно. Меня не интересует мое мнение. Вы понимаете, что в Писании есть, мы все знаем, очень, 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 очень. Мы его даже вот так вот уже молимся, как для воли твоих. Но там сказано, да будет воля твоя, и да преди царствия твое. Там нету мелким шрифтом приписочки или сноски, комментария из разряда, да будет воля твоя и чуть-чуть моей. Ну чуть-чуть, ну чего тебе жалко, что это? Да преди царствия твое и чуть-чуть моей. Маленькая пристроечка, ну ничего страшного. Нет, его воля и его царство. А так как это его царство, то правило устанавливает кто? Он, не я. Поэтому при чем тут мое мнение? От того, что, знаете, вот у меня сын, он такой очень активный, маленький, 5 месяцев. Когда с ним едешь на машине, и когда он останавливается на светофоне, он все время начинает нервничать. Надо, чтобы мы ехали. И ты ему, ну то есть ты ему пытаешься объяснить, слушай, сын, ну красный свет, ну правила дорожного движения, мы не должны ехать на красный. Ну все равно. Если ты попробуешь проехать на красный свет, ну есть несколько вариантов развития событий. Тебя либо остановят и оштрафуют, либо тебя сфотографируют каменно и оштрафуют, либо ты попадешь в аварию. Потому что ты проезжаешь на красный, а кто-то едет в этот момент на разношающий и зеленый. И тебе может это катастрофически не нравится, но это же не ты устанавливаешь правила. Ты встраиваешься в эти правила для того, чтобы участвовать в этих правилах. Вот в правила царства или в принципах царства то же самое. Для того, чтобы действовать в принципах царства, надо знать принципы царства, а не свои принципы. Устанавливают такой вот будет так работать. А чего оно не работает? Ну потому что. Потому что это не его принципы. А мы будем смотреть в его принципы, через его слово Божье. Будем разбираться с этими вопросами и таким образом будем действовать. А мне нравится? Я вас, надеюсь, не сильно утомил началом. Очень маленькая информационная информация. Вечером начнем с тартологии. Очень важный момент. Во-первых, я хочу, чтобы вы понимали, что каждый человек, который есть на этом служении, мы за вас, за каждого помолимся лично. Обязательно. Я никуда не уеду, пока за вас не помолюсь. А я точно уеду, у меня куплены уже обратные билеты. Я сто куплен. Я не переезжаю в Севастополь. Слава Господу за Севастополь. Но Краснодару лучше ничего не могу сказать. Исус Господь. Слава Господу за Краснодар. Не переезжайтесь. Поэтому. У нас есть такой момент, что есть люди, которых вы знаете, что они нуждаются в исцелении, в свободе. Еще какая-то у них есть нужда. Но вы знаете, что их не будет на семинаре. Поэтому я прошу вас. Там ребята должны приготовить бумажечки. Взять эту бумажечку. Поэтому если вы берете эту наручечку, пожалуйста, верните ее потом на место. У нас была недавно годовая конференция. Мы тоже писали эти записки. Я потом не смог найти ни одну ручку. Крестьяне интересные забрали все с собой эти ручки. Кажется, что мы славы были рубить маску, наверное. Ну, мы, христиане, такие интересные. Да, поэтому напишите имя человека, за которого нужно помолиться, и коротко за что нужно помолиться. Убедите. Сейчас вот вне ушки прям вот настроили. Пожалуйста. Я понимаю, я каждый семинар это говорю. И вот обычно это как об стену в горах. Но вдруг вот чудо произойдет в Севастополе. Я уверен. Я буду продолжать. Я настойчив. Знаете, я прохожу настойчивость. Пожалуйста. Когда вы пишете эти бумажки, не нужно писать фамилию, имя, отчество, дату рождения, сколько детей, где работают, сколько лет в церкви. И вот это все. Я не работаю в ФСБ. Слава Богу, мы за них молимся. Но я не работаю. Мне не нужна вся эта информация. У них и так она есть. Слава Господу за них. Они делают хорошо свою работу. Все, что мне надо, это имя человека. И коротко, буквально в одном предложении, за что нужно помолиться. Если у человека целый список, вы просто пишете слово «много». Все. Не нужно подробностей. Я не мануалист, не терапевт, не лор и так далее. Мне подробные диагнозы не нужны. Поэтому имя и коротко за что нужно помолиться. Только за тех людей, которых не будет на семинаре. Потому что за вас мы и так здесь помолимся. Вы можете писать открыто, потому что я не буду молиться публично за эти нужды. Я буду молиться за них вообще отдельно, самостоятельно. И второй момент. Я всегда даю возможность, чтобы мы разобрались со всем неверимым. И в этом есть суть этого обучения. Потому что если мы хотим, чтобы вы двигались в вере, нам надо разобраться со всем неверимым. Разобраться с неверием возможно только тогда, когда мы будем честны друг с другом. И вы будете говорить о своих сомнениях, о своем... Ну, о своих сомнениях в том или ином смысле. Соответственно, у меня большая просьба. Когда у вас возникает вопрос в отношении того, что я буду учить во время всех этих трех дней. Пожалуйста, возьмите бумажку и напишите ваш вопрос. И в любой из перерывов просто молча придите и положите сюда. Во время перерывов. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы, которые... Там, у вас есть сомнения по поводу чего или еще какие-то такие вещи. Для того, чтобы, уйдя с этого семинара, у вас осталась только вера в живого Бога, в действующего Бога. И четкое основание. А не так, чтобы вы получили какие-то ответы, но у вас еще километр неверия осталось. Который будет вас постоянно якорем тормозить. Вот надо от этого избавиться. Поэтому прошу вас, чтобы вы, соответственно, писали эти вопросы. Так как у нас нет возможности, аудитория большая для того, чтобы вот такую дискуссию устраивать. Это слишком много времени взойдет. Но мы хотим быть открытыми для этих вопросов. Поэтому будем действовать таким образом. Да, аминь. В общем, за остальное скажу завтра. Да, сейчас у нас 15 минут, да? 15 минут перерыв. 15 минут перерыв. Вы национально отреките. И после этого мы продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok.